Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах и жизни. Настало время отпусков, как же провести нам это лето? У меня в гостях Марина Власова, директор турагентства и Кирилл Волов, руководитель дирекции фонда «Ульяновск. Культурная столица». Первый вопрос у меня будет, Марина, конечно же, к вам. Какая сейчас обстановка с вылетами? Хотелось бы сказать, что все классно, но пока у нас все ограничено. К сожалению, до сих пор второй год живем в ограничениях. На данный момент открыто всего несколько направлений. Правда, вот сегодня открыли еще 8 стран. Вот что у нас закрыто? Турция, Занзибар закрыта? Самое массовое направление – это Турция, да. И, к сожалению, у нас много туристов, которые еще с 2020 года перенесены на 2021. Мы с ними пока не знаем, что делать. Будем предлагать перенос на те направления, которые открыты. Я только сегодня разговаривала с Турчанкой, с нашим гидом. У них там сейчас вот жесткие условия очень, но говорят, что в июне должны будут открыть. Но пока это все догадки? На самом деле, я думаю, что здесь политический вопрос. И в первую очередь не коронавирусный, конечно. Потому что, если вы смотрите за статистикой, то там сейчас уровень заболеваемости, как у нас в России, даже меньше. И поэтому говорить о том, что это коронавирус, вряд ли. Ну, понимаете, все как бы дело не в наших руках. Нам остается только принять эту ситуацию и как-то из нее вворачиваться. Но ситуация сейчас очень нестабильная. Очень нестабильная. Если учесть то, что, например, на российский курорт цены сейчас залетели. Мало того, популярные отели, которые любят наши туристы с детьми, в первую очередь, летом отдыхают семьи. Они просто либо цены высокие, либо места уже нет с января месяца. Так, и когда откроется Турция, пока тоже неизвестно. Пока неизвестно. Вот продлили до 21 июня. Надеемся, что потом откроется. Но есть позитивный момент. То есть сейчас взамен Турции мы предлагаем альтернативу отдых на Кипре. Вылет у нас из ближайших регионов Самара, Казань. Предлагаем Тунис. Это тоже хорошая альтернатива. Ну и вот ждем. Сейчас объявили, что откроют чартеры в Албанию. Открывается Хорватия. Это тоже, в общем-то, желаемое для нас направление. А с Египтом что у нас? Египет все сложно. Как всегда, с 2016 года мы ждем его открытия. Вот уже там сколько? Шесть месяцев говорят, что есть Египет. Но знаете, когда я предлагаю туристам, вот есть Египет, вылетаешь из Самары, летишь до Каира, а из Каира еще на трансфере 6-7 часов. Желание сразу отпадает отдыхать. Поэтому Египет это такое, как бы открыто, но реально отдыхать пока некомфортно. Само путешествие некомфортно. Кирилл, расскажите немного о себе и о ваших путешествиях. Ну, очень приятно было послушать информацию, потому что сам планировать надо тоже лето. Отпуск хотя бы двухнедельный, да, и вот как-то вот нам бы скоординироваться, тоже пообсуждать, какие варианты, да, возможны и внутри страны, и за пределами. Хотелось бы немножко, наверное, обратить внимание, как бы за плечами багаж в порядка 30 стран посещения, да. Но вот последние эти полтора года, да, второй год пошел ограничений, наверное, все-таки бы как-то сконцентрировался на внутрироссийском отдыхе и на возможностях посетить то, что всегда, так скажем, до пандемии было, казалось бы, по остаточному принципу, да. Реально внутри страны очень много направлений, которые могут интересными быть любому даже искушенному путешественнику, да, привыкшему там к 50 объектам ЮНЕСКО в Италии, да, условно говоря, то есть у нас тоже есть классные места, есть классные моменты. Единственное, что соглашусь с коллегой в том, что ценник, конечно, вырос, то есть ты, когда путешествуешь, так скажем, можешь какие-то праздничные дни брать или еще что-то там на 5-6 дней выехать, не обязательно это отпуск. Раньше это было все вот на уровне доступности, на уровне бытовых цен, которые существуют, например, в нашем регионе, да, вот. Сейчас чуть более-менее такое интересное, популярное место, условно говоря, да, оно с ценником будет уже гораздо выше стандартного, то есть того, что мы привыкли внутри страны использовать. Я уже молчу про Сочи, благо я побывал там, наверное, порядка шести раз и все это до вот этих моментов, потому что, на мой взгляд, в Сочи сейчас уровня, наверное, посещения там, да, Соединенных Штатов такое, на мой взгляд, вот, поэтому я бы вот от таких популярных именно туристическо-курортных моментов, возможно, бы даже отказался, да, ввиду того, что просто кошелек не выдержит, но и уровень сервиса, давайте будем честны, да, не соответствовать тому, соответственно, тому ценнику, который выставляют, соответственно, и отели, и различные сервисы. Но если вот в отеле у нас была в Сочи первая береговая, ультра все включено, там не так много народу, свой пляж, и меня в целом все устраивало, в принципе, сейчас это никак тоже не скажется, все равно наполнилось с отеля, она же не превысит, или вы имеете в виду, если кто на обычную набережную? Экономику процесса, то есть взять, то есть, грубо говоря, то, что ты мог на Сардинии условно отдохнуть, да, потратив достаточно серьезные средства, грубо говоря, но и получил так в обратную, да, так скажем, массу эмоций, впечатлений хорошего сервиса, то за эти же деньги в Сочи ты, наверное, не получишь и 40% от того, что ты заплатил. Я вот об этом сейчас, поэтому вот я бы переориентировался на какие-то такие туры познавательные, ну, тут как бы понятно, что туристы телятся на две категории, кто-то посмотреть, кто-то полежать на пляже, да, я вот их больше на посмотреть, как бы, поэтому в этом ракурсе бы свой разговор бы и строил, то есть, как бы, есть у нас классные темы, есть классные возможности, если чуть-чуть заблаговременно, хотя я ни разу не выезжал на какую-то поездку, планировав ее там за полгода и ранее, всегда это максимум два месяца, максимум два месяца, а то и меньше, то есть, поэтому вот как-то выкручиваемся и едем. Кирилл, вот скажите, вы посещали каждый раз новую страну или у вас есть какой-то определенный фаворит, куда действительно хочется вот снова и снова, несмотря? Ну, вот из перечня тех стран, да, вот 30, как бы, в основном это Европа, был один раз в Японии, вот, поэтому такого, чтобы, например, повторно приехал в одну и ту же страну, у меня еще не было, сначала, так скажем, у нас много стран в мире, хочется сначала открывать для себя, а потом уже, соответственно, посещать то, что уже зацепило, так скажем, душой, например, очень люблю Норвегию, я понимаю, что в любом случае, да, там, обкатав основную часть Европы, у меня осталось там буквально 5-6 стран таких интересных мне, не более, вот я в Норвегию сразу вернусь на повторный тур, потому что там просто очень красивая природа, очень дорогая страна, понятное дело, но после первой поездки есть определенные личные лайфхаки, как все-таки вот это вот сэкономить и как-то оптимизировать расходник, потому что первый раз ты едешь, то есть у тебя, ну, все методом проб и ошибок, вот, поэтому даже вот сейчас на лето строить, если какие-то планы, возможно, это будет определенная страна, которую я не знаю, да, и нужно вот ее, так скажем, познать, и из нее какой-то перелет в ту страну, где я уже был, и мне хочется просто вернуться. Угу. Марина, вот скажите тогда сейчас, вот какой бюджет приблизительно нужно готовить сейчас, чтобы куда-то вылететь, вот на все направления, которые открыты? Вот давайте с Мальдив начнем, сейчас вот все, Мальдивы, Мальдивы, с пандемией, самое дорогое считается? Да, одно из самых дорогих направлений, из того, что открыто, да, но Мальдивы имеют большое преимущество, на самом деле, и как ни странно, вообще, вот с началом пандемии, самым стабильным спросом на отдых, это, конечно, премиальный класс, они летают, покупают хорошие туры, и даже там средний класс, кто у нас отдыхал в хороших, дорогих пятерках, они тоже берут Мальдивы. Там отличная природа, погода, летать можно круглый год, и отель изолирована, да, с точки зрения коронавируса, но даже в самый пик, в общем-то, люди летают. Ну, вот там бывают какие-то горящие туры, или это практически... Вот сейчас низкий сезон, да, сейчас низкий сезон, июнь, июль, август, это сезон дождей, но там очень комфортно, я сама в то время отдыхала, и будет все. А сейчас в какой бюджет можно уложиться? Примерно 190-250 тысяч на двоих, на все включено на неделю. Так, что еще у нас, какие направления? Самые массовые, вот на данный момент, да, распространенные, то, что куда может полететь семья с детьми, да, почему говорить про семья с детьми, потому что сейчас лето, это вот самая массовая клиентура, которая хочет, и вообще тот контингент, который хочет отдыхать летом. Ну, например, на семью из двух человек с ребенком в Тунис можно слетать тысяч за 140-150. А то у них не закрыт сейчас? А с 10-го числа его открывают, у нас чартеры покупают. Кипр дороже, но на завтрак или полупенсионер 130 тысяч на семью. А Греция? Греция пока, вот, кстати, она тоже сегодня объявлена, что будет увеличиваться количество рейсов, и, возможно, будут чартеры, и будут цены. Пока что Греция. Хорошие новости. Да, да, пока Греция, ничего конкретного вам сказать не могу, но вот сегодня это новость, завтра, надеюсь, как-то будут расставляться рейсы, операторы будут формировать турпродукты, появится готовое предложение. Надеюсь, что по Греции будут хорошие предложения. Спасибо. Ее ждут. Спасибо. Какие-то вопросы хотели? Ну, по Греции, да, вот очень. То есть, понимание по ценнику пока тоже в процессе формирования идет. Да. Потому что ее, в принципе, не закрывали, Грецию был просто ограниченный, так скажем, квота была для посещения. Все дело в том, что на сегодняшний момент летал только Аэрофлот и Элинаэр в Афины, да. Основное, все-таки, летнее направление основное – это острова. Островов пока не было открыто, самолетов не было, поэтому говорить про ценнику пока невозможно. Но надеюсь, что в начале цены будут хорошие, и кто успеет, грубо говоря, в первую неделю себе забронировать отдых, они получат самые лучшие предложения. Гореть ничего не будет. Надеются, что будет гореть – нет. У нас такая ситуация, вот сегодня объявили про Турцию, да, закрыли. Тунис залетел в ценах. То же самое Кипр. Поэтому чем быстрее сейчас… Как русская лотерея. Да, да, это на самом деле так, слушайте, ну могу сказать про Россию. Это вообще супер русская лотерея. Вот у меня тур был в мае, люди купили Турцию, 15 мая на неделю. Пятизвездочный отель, на море, все включено, стоил 56 тысяч рублей. Турцию закрыли, пришлось их ориентировать на Сочи. Сочи из Самары, это вообще без звезд, пансионат, да, он на берегу, но без пляжа, без… Ну, в общем, просто территория, без бассейнов, питание трехразовое. Те же 56 тысяч, но это несравнимо. По сервису. Понимаете, ни по сервису, ни по уровню питания, ни вообще… По визуальному ряду. Да, да, то есть это несравнимо. И поэтому, когда мы говорим вот альтернатива Турции, в России нет альтернативы Турции. Даже вот все первые береговые ультра, все включено? В России вот на данный момент первые береговые, и все ультра, все включено, стоят как Мальдивы. Да, даже дороже. Да, поэтому лучше летите на Мальдивы. Вот, ну, как бы вам искренне хочу сказать, я не против России. Но вот мои родители, например, они никогда не поедут, не полетят за границу, они даже не делают загранпаспорт, и это только наше Черноморское побережье. И я тоже, отдыхая с детьми, я тоже хочу, чтобы у меня и родители были все вместе, у нас такой очень семейный отдых получается. Я Крым советую в этом плане, знаете, почему? По нескольким причинам. В прошлом июле, как бы вот как раз, да, когда, собственно, получил Шенген свой большой, но не открыли страны, то есть поехал в Крым уже в третий или четвертый раз, по-моему, в третий. То есть и особенность того, что все-таки, да, понимая, насколько было перегружено Черноморское, именно Краснодарское побережье, да, Краснодарского края, то есть в Крыму было много людей, да, был, в принципе, ценник, наверное, выше, понятно, тех времен, да, когда там до воссоединения с Россией, да, потому что там вообще было все очень дешево, да, но при этом по наводкам по своим все равно в два с лишним раза дешевле, чем Сочинское там побережье, Анапа и так далее. Это было в прошлом году, в этом году все изменилось. Во-первых, дорога, да, сейчас уже автопутешественников будет очень много, авиасообщение, у нас чартеры летают из Самары, Казань, ближайшая регион, из Дульяну. Вот уже автотранспорт уже пускали по мосту, то есть как бы там уже, в принципе... В прошлом году, понимаете, был какой минус, ведь статистика прошлого года говорит нам о сокращении турпотока по России на 46%, то есть многие люди просто никуда не выезжали, да, боялись пандемии, все сидели дома. Ну да, 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 ограничились. Они устали, они уже сейчас, многие вакцинированы, приболели, имеют эти тела, и они хотят отдыхать. Уровень стресса, вот я вам по своим клиентам могу сказать, просто зашкаливает. Многие клиенты в том году, когда только открыли Турцию в августе, они тут же полетели в августе, потом в октябре, потом в декабре, просто от того, чтобы надышаться. Я сама честно скажу, полтора года, вот как случилось, я никуда не выезжала, там по разным обстоятельствам. И вот сейчас на майские праздники я просто не выдержала, взяла первое попавшее, что могло, и улетела в Эмираты. Просто для того, чтобы, знаете, почувствовать запах аэропорта, дороги, путешествия, новых людей. Неделя была просто, как будто я отдохнула, я не знаю, год. А люди об этом скучают. Это нужно, это необходимо, это счастье. Да, и поэтому отдыхать будут, я думаю, как только ограничения снимут, просто будет волна желающих быстрее куда-нибудь отдохнуть. Все равно наш российский бюджет уйдет по заграницам, да? Я думаю, да. Кирилл, вот скажите, пожалуйста, путешествуя по городам России, вы очень часто много посещаете городов? Уже более 80, наверное, городов, там и малых, и крупных. Вот это да. Вот вообще это можно назвать альтернативой? И какие у вас критерии при выборе? Это все-таки вот такое вот путешествие по городам, это отдых на любитель. Как вначале я сам сказал, да, есть люди посмотреть, есть люди поваляться, отдохнуть, использовать какую-то инфраструктуру, да, в целях именно релакс-отдыха. То есть у меня вот посмотреть, так скажем, измотать себя немножко, но при этом, да, погрузиться в какое-то культурное пространство, да, то есть насытиться чем-то, то есть узнать что-то про город, узнать про, сравнить этот город, например, с нашим Ульяновском, да, то есть как бы, например, если там, грубо говоря, там лет 5-6 назад я мог безоговорочно сказать, что Ульяновск достаточно на высоком уровне, да, находится то сейчас, побывал даже в соседних городах, то есть Пенза, да, например, то есть то, что наш федеральный округ относится, то есть я могу сказать, что Пенза очень подтянулась к Ульяновску, то есть как бы, да, развитие идет, и развитие, то есть как бы, оно вот... Опережает. ...некоторые города, то есть не скажу, что там Ульяновск, например, провисает, но то, что было пару лет, там, 3-4 года назад, так скажем, отстающего по полной программе, то есть очень нагоняет быстро, да, то есть поэтому здесь нужно Ульяновску, наверное, и администрации этот момент учитывать для того, чтобы те люди, которые приезжают в город, а мы много мероприятий, вот по основному роду деятельности проводим, да, на территории города, региона, отзывы очень хорошие, те, кто не знал до этого город, всегда позитивно говорят, что какой классный город, какой концепт, прибрежный кластер, кластер деревянного зодчества 19 века, да, вот это вот все, ленинский, там, имперский, да, период, так скажем, у нас все это очень круто, концептуально, и всем это очень нравится, но вот для того, чтобы быть в когорте, да, вот в этой, даже не столько туристической, а сколько привлекательной, там, и в деловом бизнесе, и так далее, люди приезжают, да, на мероприятия, вот, то есть нужно удерживать вот эту планку, продолжать, потому что это очень сложно, потому что очень многие города начинают вырываться вперед, не имея за собой какого-то определенного бэкграунда, да, туристического, какой-то интересных объектов, а за счет вот именно общей такой улучшения, общей комфортности среды, там, гостиничного сервиса и так далее, то есть они сейчас такое достаточно приятно удивляют. Судя по вашим отзывам в Инстаграм, вот вам нравился Воронеж, Тамбов, да? Да, сразу скажу, это крайняя поездка на майские праздники была сделана, то есть по центральному Черноземью, там, порядка девяти городов, то есть не то, что вот они там у меня по всей России, да, круто считать, то есть в рамках этой поездки, конечно, такими звездочками можно назвать однозначно Белгород, это небольшой город. Почему? Что за критерии у вас были? Ну там, он просто мега благоустроенный, с точки зрения благоустройства, если вот мы для зрителей из Ульяновской области, да, например, часто побывавших в Казани, да, например, вот очень благоустроенный город, вот для меня, пусть и меньшего размера, да, Белгород, 400 тысяч жителей, Белгород более благоустроенный, чем, например, Казань. То есть вот такое сравнение можно привести, там все как бы собирается из мелочей, но при этом ты находясь и в спальном районе, находясь и в центральной части, и вот какие-то мелочи... То есть там обычно отели? Да, гостиницы, да, где позволяет, так скажем, масштаб, численность населения города, сетевые отели, конечно, используешь, потому что примерно понимаешь, какой уровень, соответственно, плюс скидочная система работает по сетевым лучше. Вот куда бы вы посоветовали тогда по городам отправиться? Вот если брать центральное Черноземье, да, вот крайнюю поездку, это однозначно Белгород, Воронеж, Воронеж-миллионник, крупный, приятный город в южной части, очень комфортная погода, да, в летний, весенний, осенний период, и вот там Вов для меня такой открылся, все говорили про него плохо, а я приехал, и вот именно с точки зрения очень ухоженный город, как мне показался, очень хорошее историко-культурное наследие, он маленький вообще, наверное, самый маленький всех, у него там около 300 тысяч жителей, вот, и прям очень приятное впечатление, тот город я встретил там свой день рождения 9 мая, но был проливной ливень, но вот эта вот погода, она никак на меня не повлияла на мое впечатление, это, наверное, большой показатель того, обычно, да, вот эти субъективные факторы всегда как-то тебя перебрасывают не в ту сторону, а мне вот это не помешало в данном случае, не понравился город. Еще какие города вы посоветуете? Ярославль, это вообще просто космическая станция. Вот давайте сделаем ваш топ, топ давайте 10. Топ российских городов, да, да, да. Именно для посещения, для туристических, потому что есть для жизни еще, у меня такой вот рейтинг внутренний, это тоже очень важно. Давайте тогда для отдыха, просто, чтобы на неделю, на две, допустим, выделить время. Однозначно, на неделю, это Ярославль, несмотря на то, что это 600-тысячный город, как Ульяновск, там просто очень много чего посмотреть. Так, первое место будет Ярославль. Да, второе место, я думаю, что... Так, мы поубывающей будем, да? Я думаю, что плюс-минус там не то, что первый, а вот какой-то вот пятерку таких ярких городов. Это однозначно Ярославль, это однозначно Петербург, да, то есть, несмотря на то, что он крупнее, мощнее, но для жизни нет, а вот Питер, для туристической, мы понимаем, что там и две недели, наверное, мало, будь я в две недели был, то есть, мне не хватило. Вот, однозначно советую Тулу, это как раз и город из той категории, который пять лет назад был без слез не взглянешь, да, и с приходом нового губернатора, с приходом новых, так скажем, веяний там, да, и каких-то посылов, город просто изменился до неузнаваемости, в хорошем смысле, был подчеркнут исторический облик, да, было все восстановлено, то, что всегда ценность давала этому городу, и при этом благоустройство, современность, вот это все просто вылизанный, вычищенный город, и прям для туриста тоже, наверное, на 2-3 дня спокойно, Тула очень близко к Москве, да, вот, например, по логистике, то есть, я прям бы советовал, то есть, и вот именно за такой прогресс, наверное, я в топ внес бы этот город. Однозначно Екатеринбург, это наш российский Нью-Йорк, то есть, как бы, город очень крутой, и он... Холодный город, по-моему, да? Ну, холодный, в зависимости, вот, были в декабре, было холодно, ну, потому что зима, были весной, еще там не так тепло, как у нас, ну... Ну, красиво. Я думаю, что да, это все субъективно, поэтому в летний период, в нормальное лето, там такое же хорошее лето, Екатеринбург однозначно. Наверное, с натяжкой в пятерку включу Казань, по причине того, что все-таки, наверное, слишком большие деньги туда вложено за последние 15-20 лет, ее нельзя не отметить, ну, вот это вот тоже старания же определенные власти и так далее. А вы как-то Краснодарский край обошли? Краснодарский край, ну, из городов, пятерку, навряд ли в пятерку. Комфортный город очень сам Краснодар, и там самый высокий прирост в Тюмени, в Краснодаре два города по России, это я вам как географу говорю, самый большой прирост за последние 20 лет ежегодно на 30-40 тысяч прирост населения. Понимаете, что это, как бы, очень большие цифры, и город комфортный для жизни, но не такой комфортный с точки зрения, например, посещения как туристам. То есть и Тюмень, и Краснодар для меня, как бы, ну, с точки зрения там историко-культурного наследия, не самые богатые города. Вот, ну, для жизни, для того, что там с севера очень многие переезжают туда, то есть благоустройство, все там тоже на хорошем уровне очень. Дорогие зрители, я предлагаю сейчас прерваться, и самое интересное у нас будет во второй части. Увидимся на Ульяновской правде. Пока-пока.